в италии без пайеток никуда действительно мне сложно открывать каждое видео обзором одежды украшенной пайетками но ее настолько много что без этой одежды просто никак пайетками украшается все в том числе и верхняя одежда удивительно но в этом сезоне были выпущены пуховики многими марками ориентиром может быть прежде всего марка монклер где в ткани присутствовали полупрозрачные пайетки перед нами витрина марки сислы марка сислы предлагает в том числе подобное длинное платье могу сказать что даже обладательницам идеальных фигур подобное платье носить самостоятельно будет очень сложно пайетки все-таки имеют свойства оптически добавлять объемом но подобное платье будет прекрасно смотреться под пальто либо под пуховиком абсолютно любой длины главное прикрыть живот потому что даже у обладатель нет спресса живот может именно в одежде из пайеток прежде всего в платьях украшенных пайетками проявиться ошибочно полагать что одежда украшенная пайетками абсолютно любая это прежде всего юбки они более всего популярны требует так называемый контрастной то есть спортивной либо casual обуви обратите внимание просматривая мои обзоры витрин что как правило к образам где присутствует вещь украшенный пайетками предлагается классического вида обувь это либо ботильоны либо либо лодочки никаких кроссовок никаких вариаций на тему белые кеды я часто обращаю ваше внимание на подобные принтованные брюки их отличают два важных момента они как правило на резинке то есть у них действительно не сложный крой они очень многим из нас могут подойти также часто помимо абстрактного рисунка их отличает наличие люрексной нити это действительно очень эффектно смотрится на улице потому что люрекс все-таки поблескивает и вот посмотрите конкретный образ на конкретной моднице могу сказать что в италии эти брюки встречаются на улице на конкретных модницах очень часто брюки со стрелкой так называемый не очень модный вариант по мнению многих блогеров это брюки заужающиеся к низу укороченные со стрелкой на самом деле являются идеальной парой для пуховика любого типа любого вида любой длины любого цвета марка максмара именно сейчас вы видите витрины этого магазина чаще всего предлагает нам сочетать пуховики с подобными брюками крайне редко можно увидеть другие варианты например джинсы либо так называемую трикотажную базу сочетание с пуховиком на подобные куртки которые в этом сезоне стали гораздо шире я также обращала ваше внимание подобные куртки характерны для марки berberi и ассоциируются с неким стилем ориентированным на модниц постарше тем не менее в этом сезоне подобные куртки с характерной простройщикой как правило ромбовидные появились очень многих марок здесь правда важно понимать что нам подойдут оба варианта как и классический вид подобных курток так и достаточно расклешенный трапециевидный то есть они широкие и как правило идут под одним размером подходящим модницам разных размеров и ну ну и и и и недавно в обзоре находок с рынка я показывала вам пуховик украшенный пайетками подобным пуховик можно найти у марки erno именно он сейчас на ваших экранах здесь присутствуют не только пайетки но также и кружева выбранная в качестве ткани для пуховика в реальной жизни я не видела ни одну девушку ни одну модницу который бы подходил ретро стиль потому что в одежде подобного силуэта и подобного стиля любая из нас выглядит старше мне кажется стоит быть очень аккуратными именно с одеждой в стиле ретро перед нами витрины марки любимой многими модницами это марина ринальди марина ринальди также как и макс марра предлагает нам как я это называю хрестоматийный аутфит и хрестоматийные сочетания в данном случае контрастное сочетание белое плюс черное всегда смотрится эффектно меховые туфли которые вы видите также от марина ринальди подобные туфли в свое время выпустила марка марни и также марка макс марра эти туфли попали в мой виш-лист я очень люблю подобную зимнюю обувь мне она кажется уютной стильной смотрим учимся берем на заметку красивая брошь выполненная из шелковой органзы из перьев либо из любых похожих материалов прикрепленные на пуховик либо на любую другую верхнюю одежду но именно на пуховик смотрится в особенности необычно и интересно еще один стильный вариант аксессуаров на зиму который кстати очень редко используется редко фотографируется даже в соцсетях это варежки они могут быть меховыми как в данном случае от макс марра либо они могут быть выполнены из овчины это очень тепло очень стильный необычно а это уже новая коллекция возможно нас ждет возвращение цвета хотя справедливости ради нужно сказать что макс марра именно ее витрины мы видим сейчас предлагает из сезона в сезон подобные пальто средняя длина и могу сказать что чаще всего они предлагаются действительно в очень красивых ярких цветах как вы видите фасоны самые разнообразные и на любой вкус поэтому если подобное пальто у вас имеется доставайте смело носите макс марра предложила их уже весенней летней коллекции на распродажах я бы обратила внимание на шубы из искусственного меха если честно в моем виш листе имеется подобная шуба но в черном цвете хотя цвет здесь не принципиален просто там где я хочу купить она представлена только в черном цвете и думаю что подобная шуба будет актуально смотреться еще несколько сезонов если купить ее в макси длине это еще и очень тепло могу сказать как человек который является обладателем пальто макси длина практически в пол в носке подобное пальто действительно очень неудобно хотя смотрится очень красиво и очень фэшн но при этом даже если пальто тонкая это гораздо теплее чем более плотное пальто возможно на подкладке но длина середина голени либо еще короче подобная пышная юбка в идеале выполненные шелковые парчи и стоящие очень дорого если нет можно найти полиэстеровый вариант либо хлопковую парчу она будет стоить чуть дешевле чем шелковая парча это очень красивый базовый вариант именно базовой повседневной юбки носить можно с мужским пуловером либо свитером будет выглядеть все это очень актуально если трикотажная база так чтобы выглядеть хорошо стильно и модно то пусть она будет с люрексом возможно не с геометрическим принтом как мы видели в самом начале видео брюки я говорила что они очень популярны популярны на протяжении последних сезонов наверное сколько я делаю обзоры витрин это примерно лет пять и также очень популярны и возможно для менее смелых модниц могут подойти так называемые трикотажные варианты брюк с люрексом носки это очень недорогой аксессуар стоит действительно копейки а посмотрите как он может улучшить разнообразить абсолютно любой образ я бы в этом сезоне делала ставку на ярко-красного цвета носки если мы не решились на ярко-красного цвета колготки которые кстати очень красиво смотрятся в полностью серых аутфитах которые продолжают быть популярными то красного цвета носки это то что нужно чтобы выглядеть fashion при этом нету матч подобные трикотажные пальто не часто встретишь в продаже большая удача если встретить такое пальто не просто в красивом цвете либо с красивым рисунком как данном варианте но еще и стопроцентной шерсть это действительно очень тепло очень стильно к нему как правило предлагаются такие же брюки снова однотонные трикотажные брюки с люрексом хотя на камеру это не очень заметно красивая формула которую я показывал в прямых эфирах которые я показывала также на себе это кардиган плюс футболка интересно то что в данном случае футболка черного цвета обычно для подобной формулы берут футболку белого цвета она может быть с коротким либо с длинным рукавом пальто тэдди от макс мара получает под моими видео максимум возможной критики тем не менее макс мара сделала это пальто действительно очень популярным посмотрите даже в весенней коллекции мы видим интерпретацию на тему пальто тэдди который в этом году отпраздновала 10 лет комментировать образы составленные из одежды белого цвета дело неблагодарное здесь нечего добавить остается только сказать что они всегда прекрасно очень красиво выглядят посмотрите очень по-итальянски туфли в блестках плюс носки с люрексом если вы не решаетесь на перчатки яркого цвета например фуксия либо яркий зеленый цвет то обратите внимание на перчатки белого цвета удивительно они очень легко вписываются в любой аутфит красиво смотрится абсолютно с разного цвета верхней одежды и снова пример повседневной нарядности мы сочетаем пайетки с очень повседневные очень часто вообще спортивной одеждой худи и пайетки прекрасное сочетание свитер любой трикотаж желательно минималистичный похожий на мужской как будто бы действительно купили в мужском отделе плюс пайетки то могут быть брюки юбка любой длины тоже смотреться будет очень красиво и тоже является примером повседневной нарядности которая в этом сезоне по всей видимости будет очень популярна обращают на себя внимание снова пайетки в данном случае этот цвет фуксия который был очень популярен пару сезонов тому назад и снова повседневная нарядность могу сказать что именно этот вектор я говорила что на мой взгляд мода разделилась на два направления повседневной нарядности как раз таки то что мы с вами видим сейчас и также так называемая универсальная базовость то что актуально смотрелось лет пять назад неплохо смотрится сегодня может сойти даже за quite luxury тихую роскошь и будет популярна и актуально также в течение последующих пяти а может быть и десяти лет могу сказать что в италии все-таки по всей видимости вектор повседневной нарядности будет преобладать вообще я заметила что в италии вещи нарядные привлекают больше внимания у подобных витрин чаще останавливаются потенциальные покупательницы и возможно именно в италии итальянским женщинам ближе быть нарядными красивыми как я люблю говорить сверкать и переливаться чем одеваться минималистично и более сдержанно я много раз рассказывала что я также немного устала от ярких цветов и в этом сезоне я попробовал одеваться более сдержанно прежде всего поменять гамму и поняла что подобной одежде я себя чувствую как в униформе и мне в ней некомфортно и могу сказать что я сама принадлежу к видимо к числу модниц для которых повседневная нарядность это идеальный стиль и я очень рада что он сейчас популярен и подобной одежды действительно много любая нарядная одежда в аутфите будет выглядеть акцентной если сочетать ее с базовыми вещами в особенности если сочетать ее с вещами из мужского гардероба как я очень люблю делать например формула джинсы плюс топ украшенный пайетками либо пиджак или жакет украшенные пайетками для меня вечно работающая формула ты выглядишь нарядно но при этом тебе удобно также может быть и наоборот например бомбер позаимствованный из мужского гардероба плюс юбка украшенная пайетками желательно с глубоким точнее высоким фронтальным разрезом для меня это прямо-таки идеальная формула можно носить с обувью на каблуке и тогда выглядишь более женственно элегантно и можешь отправиться на вечеринку либо выпить кофе с подружками либо с мужем но такая формула прекрасно сочетается также с банальными беговыми кроссовками либо с кедами и тогда ты получаешь больше удобства но чувствуешь себя действительно больше fashion и думаю что в ближайшее время мы с вами увидим именно такой способ сочетать одежду по крайней мере здесь в италии мы увидим акцент не только за счет цвета как было ранее я рассказывала что в италии очень любят любили продолжают любить акцентную обувь иными словами обувь яркого цвета но в италии по всей видимости мы также будем видеть как акцент ставится за счет очень нарядной вещи в аутфите она может быть только одна и скорее всего она будет украшена пайетками но что называется поживем увидим желаю всем своим зрителям быть красивыми модными и стильными оседлать свою фэшн волну находиться на ней так долго как хочется с максимальным комфортом получать много комплиментов мы с вами увидимся очень скоро это была яна скворцова всем пока пока это не нет все